дорогие мои друзья всем здравствуйте вы на канале алла вяжет зовут меня алла жураковская на дзене канал просто называется моим именем алла жураковская на ю тубе алла вяжет и не только почему так я уже говорила что дзен почему-то вот другое название не принял это уже вопросы не ко мне а на ю тубе я на протяжении трех лет вела канал просто было название алла вяжет но ввиду того что у меня ролики не только про вязание вообще немножко жизни вот и поэтому я назвала алла вяжет и не только итак дорогие мои друзья с первых слов своего включения да хочу вам сказать я вам всем желаю крепкого крепкого здоровья все остальное это уже ну как сказать зависит от вас вот но тем не менее я хочу и счастья вам пожелать и успехов и удачи всего-всего но самое главное это здоровье потому что от здоровье все остальное получится будете здоровы будет все остальное до сожалению когда люди болеют у них не получается все остальное в жизни поэтому крепкого крепкого вам всем здоровья всем кто меня слышит от всей души желаю чтобы вы ваши семьи ваши родные близкие друзья чтобы все были здоровы так что хочу вам в этом видео рассказать ну для тех кто спрашивает почему опять руки в кадре друзья мои я вам объясню за последние сутки я спала один час и так вообще у меня так и получается в жизни что но один-два часа я сплю больше больше к сожалению не получается что-то слишком мало времени вот и поэтому так ну и мое лицо но я выставлю фотографии кому нужно мое лицо и так руки в кадре понимаете не получается направить так как хотелось бы вот делать отдаленно до чтобы моточки я буду их поднимать чтобы было видно моточки вообще о чем я хочу поговорить если делать далеко то как сказать то ну не не всегда пишут люди там что далеко кадр не видно поэтому вот так вот я вроде как поставила все видно расскажу вам даже вот цветы которые я дарила своим девочкам 23 числа вот видите как хорошо сохраняются розы вот поэтому так вот поставила вам в кадр чтобы вам было видно чтобы было красиво в кадре о чем я хочу сегодня поговорить вы знаете у меня сейчас вот вот именно вот в этот момент что я снимаю видео да у меня примерно ну примерно полчаса свободного будем так говорить времени потому что накормила таблетки выдала все процедуры сделали внуки все болеют вот пока они смотрят мультик и пока они мне сказали что бабушка можешь идти снимать вот я могу снимать то есть на данный момент ни у кого нет высокой температуры более менее болезнь протекает как обычно да как у всех поэтому время есть и бабушка снимает поэтому друзья мои я вышла к вам пожелать вам всем доброго утра хорошего дня настроения здоровья и всего-всего самого наилучшего хочу что рассказать хочу рассказать что вижу я ну последнее время да у нас апрель подходит концу так немножко расскажу вам показывать много не буду у меня здесь только будем так говорить носочная пряжа и мои носочные заготовки показывать много тут не буду потому что то что вязала она там большое но там все расскажу вам про проекты вот немножко у меня есть как сказать немножко есть время поэтому да поэтому я я вам скажу одну минуту прервусь ну что друзья мои продолжу я свой свой разговор что я хочу вам рассказать немножко своих впечатлений о носочной пряжи вот сейчас я хочу с вами поговорить и посоветоваться и может быть чем девочки те кто меня слышит вязал очки да ну кто так же вяжут имеют понятие о пряже посоветуйте мне как быть и что делать вот смотрите вот такая пряжа да я показывала это девочки мои купили для того чтобы я связала так будем говорить ну family look как называется вот чтобы и дочке и деткам и вот вы знаете с чем я столкнулась значит смотрите вот эта пряжа да например вот это вот ее компаньон вот я просто я вижу из нее вот на к бога и вот это то есть это два компаньона друг другу до вязать из них значит и что я вам скажу начинала я из такой тоненькой а я не знаю надо наверное на двоечки я брала два с половиной сейчас я вам покажу вот у меня такие спицы фокус видно нет нет не видно сейчас два с половиной очень удобные спицы сразу и метраж тут по два сантиметра деления но вы знаете два с половиной конечно это не подходит вот тут написано 2 от 2 до 275 написано да но вот два с половиной вообще дорогие мои не подходит это очень тоненькая ниточка вот и я не знаю что делать либо все-таки брать двоечку да и вязать в одну ниточку на двоечки или все-таки сюда делать подмот подмот делать какую-то тоненькую ниточку братья с ворсинкой делать подмотку семья не знаю я все мои начинания из этой пряжи вот у меня еще вот смотрите вот она да такая же тоненькая вот еще такая накобоха девчонки я не знаю как вы вяжете из такой тонкой ниточки я просто не представляю что тут тоже смотрите как странно до метраж такой же вот для сравнения хочу вам показать одинаковый метраж 400 метров значит здесь советуют от два с половиной до три с половиной здесь от 2 до до 275 но вот я говорю вам что на два с половиной но это великие спицы я не знаю как как вот как вот скажите мне пожалуйста как вот если вы таким метражом вязали какие вы все таки берете спицы наверно двоечку потому что по моей плотности но два с половиной это все таки но это как-то несерьезно это не носки получаются они пойми что в дырочку как сетка понимаете вот но это мое мнение я просто сейчас хочу рассказать вам свое мнение значит так отложу сразу рассказала про эти ниточки да значит вот очень мне нравится конечно вот этот вот это сочетание и я вы знаете я думаю думаю что я все-таки возьму двоечку и начну кая на двоечке да потому что смотрите накобоха тоже два с половиной три с половиной советую да но и так но это что-то это не то вот вот все то же самое два с половиной три с планет возьму кая двоечку и начну я на двоечке потому что я же понимаю что у меня подмота не туда и тонкие носки тоже нужны но смотрите даже вот по ниточке значит вот эта ниточка да она даже сама по себе потолще чем чем вот это я не это для меня так не знаю будет буду вязать буду смотреть вот вот так вот вам покажу что было красиво хорошая пряжа не спорю вот ну как то вот так что я хотела еще хотела же вам показать у меня же дни носочки то связались эти носочки я связала для проекта носочки станей вот такой вот у меня апрель девочки у меня готова одна манюсенькая пара для новорожденного ребеночка это если надо будет ну я спрошу если для девочки то я тут еще рюшики планирую мне еще вот вот это пряжица вот она но это тоже связано девочки в две ниточки понимаете вот чем дело вот она в две ниточки никак не смогла я в одну вязать я начинала ну понимаете в одну ниточку но это уж я даже не знаю как вам объяснить но это совсем было бы не серьезно как я считаю сейчас я так на стол переложу потому что вот смотрите в две ниточки получается такой знаете вот это на ползуночки одеть малыши они же мерзнут всегда ножки то маленькие ножки мерзнут поэтому в одну ниточку как-то я начала мне не понравилось и я решила вот все таки ну в две ниточки вот они манюсенькие я говорю скажут что девочка для девочки еще просто не сказали мы попросили для малыша не было не сказали для кого для мальчика ничего останутся такие розовые красивые розовые носочки скажет девочка будут рюшики ну вот вот так вот показала вам это носочки для проекта носочки станей я еще отдельно потом для этого проекта скажу вот значит про эту всю пряжу ведь уже этикетки у меня помощники забрали про эту всю пряжу я говорил у меня есть видео тоже я не знаю ну как мушаль шаль платок там и не за можно еще в одной из этих но носки но как-то получается не то совсем тоненькая ниточка метраж вот хочу вам показать такой же как и у накобоха да вот накобоха но да тут у меня видите этикеточка все осталось как положено это накобоха да это я думала я вот так вот буду их две вязать но в итоге видите как вышло мне нужно теперь из этой накобоха связать женские носки ну так как это идет коллекция family look то для а наверное за это нет вот из этой тоже теперь для мамы буду вязать из этой но единственное что я посмотрю опять же что по спицам будет если спицы все таки придется брать двоечку да что мне не очень бы хотелось потому что я не ну не вижу я на двоечке может быть для мамы я и свяжу в одну ниточку потому что ну понятно что ребеночку надо потеплее а для мамы можно в одну ниточку думаю что хватит эти носочки буквально 10 грамм весят моток новый так что вот из 90 грамм женская пара обязательно получится вот размер нужен 38 это накобоха накобоха я вот эту пряжу буду все-таки комбинировать вот с этой потому что это у меня я уже говорила вам для family look для мамы и троих детей вот такую красоту надо поэтому тут все совпадает тут вот такая ниточка розовая тут есть поэтому единственное что я никак не могу еще ну как сказать настроить себя что все-таки придется эти носочки вязать на двоечки для меня это очень тяжело это будет процесс конечно такой знаете кропотливые и долги так но это викиной семье будет наверное все таки свяжу вики внуку а викиному мужу он просто еще купим вот такой вот там есть рукавички мы покупали есть там такая пряжа большом количестве можно в любой момент купить тоже все это надо вязать и надо смотреть как это все потому что то знаете я начала посмотрела там до отвлеклась у меня же сейчас идут пледы вот поэтому как то мои друзья мои так хорошо когда чай с малиной вы не представляете вот и даже несмотря на то что я болею но часть малины это блаженство так вот про эту пряжу я вам сказала мне очень нравится такая расцветочка вот прямо я хочу знаете как я хочу я не прямо в уши helix нет helix не будет что-то мне helix ребит видимо зрение то уж совсем падает нет где-то по три полосочки я хочу менять знаете вот три полосочки таким-то и таким а еще вам покажу я сейчас начала вязать гольф очки не носочки длинненькие такие и не финские нет меня спрашивали или вижу я финские вижу я финские носочки я вам покажу я даже навязала внуку на первый класс то есть не только для новорожденных финские носочки это прелесть конечно то я бы даже сказала финские гольфы потому что как носочки но они же все-таки удлиненные вот я вижу две ниточки мне нравится вот эта пряжа на кобоха она идет в две ниточки прекрасно вот посмотрите ну носок уж носок знаете вот действительно тем более что это будут на малыша на маленького ребенка до всегда мы одеваем колготы а потом чтобы теплее малышу было вот такие вот это вот процесс который я надеюсь сегодня то надо что-то сделать с ним сегодня начала сегодня буду довязывать кто спрашивал вижу ли из остатков вижу друзья мои вижу не обязательно я считаю что в любое изделие можно применить остатки пряжи почему потому что это это все самое лучшее что у нас остается так вижу смотрите как я вижу разделила на просто спицы сейчас вот сняла вы видите да я ближайшие дни довезу вот это уже тут пятка сформирована вот так вот видите тут уже осталось только вязать носок просто мне нужно было делить ниточку поэтому что хочу сказать вот вам остатки пряжи они ничем не хуже это шерсть и носочная норвежская я не помню сейчас фирму надо спрятать это все я не помню фирму остатки пряжи у меня которые мне высылали из норвегии это вообще роскошь потому что ну потому что это хорошая пряжа мне высылали хорошую пряжу вот я резиночкой один на один вижу эти носочки я смотрите сразу поделила вот сколько у меня 100 остается там да сколько метров бы у меня не оставалось я поделила на 2 и сразу делю 2 вижу два носочка вот мохер вот красный это мохер значит свяжу вот тоже вот такую часть и посмотрю что у меня тут покажу вам и покажу и посмотрю что у меня останется и дальше уже буду чередовать у меня есть и из газала вот такой моточек я его тоже поделю пополам этот моточек это я красила это моя крем крашеная пряжа это был белый газал по моему baby wool что-то такое ну шерстью вот я покрасила поэтому вот такие вот носочки будут еще я не боюсь вязать носочки из остатков пряжи потому что сюда идет хорошая пряжа вот как вы видите мохер тут была носочная пряжа шерсть здесь тоже шерсти носочная где 75 шерсти газал baby то есть пряжа это хорошая поэтому я знаете на все критики кто я сейчас так объясню своем вот свое мнение девочки которые сами вяжут они понимают что мы в носочки вкладываем то лучшее что у нас осталось правильно же потому что вот я вам говорю остался мохер да ну куда мне его как бы не туда и не сюда куда его применить конечно я выпускаю в носочки и носочки получаются очень теплые вот а те критики которые не вяжут вообще вообще не знаю зачем такие люди которые не вяжут не занимаются рукодельным зачем смотреть наши каналы наши каналы могут вдохновить девочек отлично меня каналы и вязание я получаю вдохновение девочки делятся какая пряжа удачная что после стирки очень интересно смотреть когда например девочки которые вяжут на продажу да у них больше опыт например чем у меня потому что ну они этим зарабатывают они вяжут чаще и больше и они уже сами могут рассказать какая пряжа большим спросом какие носочки из какой пряжи большим спросом потому что люди покупая у вязальщицы они спрашивают полностью все и как стирать и какой состав до сядут не сядут полиняют не полиняют то есть многие вязальщицы вяжут под заказ на фотосессию для семьи для всей но бывает вот так вот семья захотела там мама папа два ребенка или три там ребеночка до или 5 я даже такие видела family look заказывают у вязальщицы те же носочки до от из одной пряжи но одним цветом люди хотят сделать фотосессию делают акцент на этом и вязальщица советует то есть нет не то что вы там для фотосессии на один день купили носочки и все чтобы дальше семья могла ходить я потому что девочки которые больше вяжут данные изделия до насочные чулочные у них больше опыт это естественно поэтому я вот смотрю такие каналы мне интересно но я про то хочу сказать что все окно надо открыть уже нечем дышать я просто хочу сказать про то что те люди которые не вяжут зачем они вообще смотрят эти каналы это мое мнение такое так что хочу еще сказать что у меня по по рассказов скай 8 минут у меня тут зеленой этой пряжи пакете несколько я вам хотела показать вот смотрите как хорошо можно скомбинировать носочную вот это у меня носочная дорогая пряжа из германии которая 400 метров на 100 грамм но она у меня видите как смотана потому что она была на бобине это бобинная не только же в моточках продают и продают в бобинах я же очень дорогая у нее цена 4000 за 100 грамм а и за килограмм 4000 килограмм то есть у меня вот моток 100 граммовый до на за 400 рублей и я прекрасно прекрасно его комбинирую с рассказов скай пряжи я не могу сказать что какая-то лучше или хуже вот вам носок смотрите вот вам носок да и как не могу его постирать чтобы выровнялись петельки вот вот он методом helix но он еще не стиран поэтому он такой знаете не петли не неровные но я хочу сказать что я не один раз уже комбинировала эту пряжу это пряжи я сейчас вам скажу чтобы вы понимали цену стоит так это ангора рассказовская пределах не покупала в пределах 650 рублей за килограмм и 4000 за килограмм то есть я вам цену за килограмм говорю четыре тысячи и шестьсот пятьдесят рублей есть разница в цене в цене есть в качестве я не вижу кто там критикует рассказовскую пряжу это зря потому что для носочков это самое то и конечно как вам нравится хотите шерсть хотите ангору хотите меринос как хотите там она разная какая вам подойдет но я хочу сказать что раскрывается пушится после стирки вот это ангора цвет не линяет то есть для носочков это просто у меня так вот попало что у меня было я просто почему сейчас показываю спрашивали какой прям какую пряжу я девочки я из разные вижу пряжи я и вязала очень хорошие из нашей дешевой карачаевской пряжи я считаю что карачаевская она хорошая пряжа доступная и я до сих пор из нее вижу так у меня тут моем пакете то нету конечно ее нет нету меня ее нет я просто нет просто хочу вам сказать что иногда бывает так что замечательная вязальщица до вяжет и ну просто у человека нету денег например купить вот эти дорогие матки до которые тоже стоят сейчас чтобы вам не соврать 300 рублей за 100 грамм и что что-то дорого 300 рублей за 100 грамм а карачаевской можно на эти деньги купить полкило то есть тут уже знаете вы по своему усмотрению выбираете какие у вас есть средства я видела в костроме на рынке женщина вязала только из карачаевской пряжи шали кофты и носки это были шедевры поэтому я думаю что если этой женщине ну и цены у нее были доступны и так будем говорить для среднего класса люди спокойно могли купить эти изделия ни одно если конечно вы человек состоятельные да и вы можете себе позволить купить пряжу за 15 тысяч килограмм и связать носки это ваше личное я считаю дело и никто не вправе какие-то давать советы или обсуждать это вообще ну как бы не не должно так быть это личное дело каждого человека и очень обидно когда мы вяжем до говорим советуемся что-то показываем уже это делаем для того чтобы другие ну кто начинают вязать или муж кто вяжу чтобы они мы очень делимся своим небольшим опытом да вот то что я делаю сейчас я делюсь с вами своим опытом и спрашиваю совета например подмотку делать к этой пряжи потому что согласитесь она тоненькая или не делать подмотку и взять тонюсенькие спицы в общем как-то как-то эту проблему то я буду решать но никакая там проблема не проблема это так вот я я к тому что плохие комментарии пишут те люди которые не вяжут сами я так считаю потому что вот я например вижу я знаю что это труд я знаю что это время и могу вам сказать что я никогда не даю советов не пишу комментарии там под видео и все это потому что ну каждый сам вправе как бы если если я например ну что то могу вам подсказать и посоветовать да то я это в красивой форме напишу а так чтобы лезть к человеку в душу и там писать написать всякое что есть такие находятся мне пишут я считаю это это все лишнее так еще по проекту мы с тобой мы не только пледы вяжем мы также туда в больницу вяжем и носочки и следочки потому что ну то есть это такой аксессуар будем так говорить до который деткам нужен так посылки уже идут дорогие мои друзья я что могу сказать у меня тут на лишние звуки не обращайте внимание у меня тут уже зрители пришли вот они не могут долго сказали что полчаса у меня еще не прошло полчаса вот я должна уложиться им как всегда что-то надо я хотела сказать что посылки идут девочки уже выслали и и татьяна степановна щукина выслала и татьяна адаменко девочки спасибо вам огромное девочки выслали посылки а я их жду и также и другие девочки давно по мере поступления посылки мы будем ее сюда на стол вам ложить и будем говорить что будем делать дальше мы с данными квадратиками потому что как я понимаю квадратики идут разные то есть надо будет еще смотреть да ну если узорами то будем собирать плед узорами если это простой бабушкин квадрат вот как как я вижу то будем совмещать такие квадраты то сделать кто-то там девочки не только же квадраты вяжут и прямоугольники поэтому значит но я уже буду смотреть довязывать доделывать как-то будем думать что делать так что я могу вам сказать голова мне развалилась ну сами понимаете да с температурой все-таки почти полчаса болта нет у меня тут шелест потому что тут не выдержанная юлиана который обязательно что-то надо взять про подмод еще скажу вот я говорила да вот эту ниточку так это у меня из ализея это наша знаменитая вот она тоненькая такая идет 550 метров 100 граммах вот я ее подматываю вот таки но это вот по цвету я имею виду ой дай бог памяти вспомнить все вылетела с головы в общем так ладно видите клубочек увидела задумала вспомню как называется нет все что еще вам хотела сказать пледы также вот про пледы пледы я вижу из хорошие пряжи вы не думаете что там что-то такое потому что критики у его к чему к чему эти критики вот мой большой плед который квадрат в центре большой квадрат и вокруг маленькие квадраты до были комментарии что я там что что нашла из чего нашла есть то есть лепила не дорогие мои те кто так думают они глубоко ошибаются центр пледа например вот этот большой квадрат синий с белым с голубым там да там альпака вот то что там если вы помните да видели а там альпака я кстати сегодня буду его немножко довязывать достала пряжу я же пряжу понимаете мы на постоянных переездах у меня пряжа стоит мешках вот тут как раз я вязала эти постоянные переезды у меня мешок я знаю что в одном из мешков было пряжа довязать вот мне там нужно два рядочка он после первой после первой стирки он немножко сел мне нужно два рядочка довязать поэтому пряжу я нашла я довяжу постираю и даже сниму видео вам и покажу как ну после той довязки как там и что там вот надо же все вы понимаете нужно чтобы детям были здоровы до чтобы мы вышли на улицу чтобы мы где-то там хотя бы на турнике где-то повесили это все вот или на лавочке поэтому вы знаете что я вам хочу сказать в общем я прихожу к такому мнению девочки которые вяжут они понимают они не задают глупых вопросов они не оскорбляют друг друга они ведут себя очень корректно и помогают понимаете вот что вот я вам хочу сказать про свой проект только благодаря девчонкам рукодельниц этот проект состоится понимаете потому что и действительно я одна не в силах я знаю то что во первых девочки которые откликнулись которые вяжут для этого проекта это очень душевные люди понимаете помимо того что они рукодельницы они очень вот они душой прониклись и они поэтому вступили проект добровольный то есть у нас никакого принудительного нету я попросила от одного квадратика да ну хотя бы девочки помогите пожалуйста по одному квадратику связать я их объединю и что вы думаете девочки вяжут пледы девочки не вяжут по одному квадратику они вяжут пледы они вяжут ну либо такое количество квадратов да чтоб можно было соединить готовый плед либо уже готовые изделия вы понимаете то есть это я к тем зрителям которые ну не вяжут и не в курсе насколько наш рукодельный мир вот мы рукодельницы да насколько мы все таки вот помогаем друг другу это же девочки вяжут из шикарной пряжи я вам хочу сказать понимаете это то есть они пряжу за свой счет покупают они вяжут свои шедевры они это пришлют детям в больницу и они не знают этих детей так же к сама как и я да мы не знаем этих детей мы только знаем что детки лежат в больнице длительное время дети очень тяжело болеют и и девочки я вы знаете я же просто думала ну вот откликнется кто-нибудь ну хоть одна девочка ну поможет мне а девочки откликнулись очень многие очень и я вам благодарна потому что когда вы присылаете вот посылку уже отправили там жди посылку уже идут квадратики пледы или я там довязываю девчонки я плачу от счастья понимаете потому что как вам сказать ну вы не оставили меня одну вы мне помогаете и мы сможем большому количеству детей подарить свое тепло вот так что май месяц у меня предстоит вот такой сейчас вот так как я говорю так как многие девочки откликнулись я буду делать так приходит посылка да мы ее сюда выкладываем смотрим с вами подбираем как мы будем все это тут вместе делать этот плед и стопочку пледов складываем вот и я так планирую что концу мая мы поедем больницу но для того что не как ну видите смотря посылки сейчас идут я же живу в калининграде вы тоже должны понимать те кто не знают как сюда идут посылки посылки идут через питер они идут на пароме они идут очень долго плюс эти посылки теперь проверяет таможня то есть вокруг нас вы знаете россии нету поэтому когда к нам сюда что-то прислать это проблемно так же само как и я когда я что-то отправляю с калининграда к сожалению это идет недели две раньше то есть в том году даже шло через москву это шло за неделю но сейчас у нас-то в этом году поменялись вот правило посылки наши не принимает больше литва поэтому они не могут идти там дальше в москву и уже дальше идти в ту россию поэтому посылки идут на пароме идут долго едут в питер а уже из питера там дальше поездом ну вот все вам рассказала вы знаете друзья мои мне нужно время мне не хватает времени мне очень нужно время потому что процессов много до планов много а еще когда вот представьте что мы вчетвером заболели вот мы вчетвером заболели девчонки мои на работе мы вчетвером заболели девчонки приезжают только вот найти перекимарить и обратно едут на работу а мы здесь четвером никуда не выходим болеем но уже слава богу врач приходила спасибо огромное ей вот и вообще всем кто желает нам здоровья спасибо вам огромное дорогие мои друзья и я также желаю вам крепкого здоровья ну вот у нас же школьница у нас школьница из школы принесла нам инфекцию ротовирусную потому что болеет половина школы она держалась она и так молодец две недели школа болеет болела и тут она ладно ну мы сейчас переболеем и я надеюсь что дальше мы уже ну поправимся и все будет хорошо самое главное чтобы никто из них в больницу не не уехал потому что когда больницу это должна ложиться я и там все все как бы все нарушаются наши все планы так что вот дорогие мои друзья кто внимательно слушал спасибо вам огромное жду ваши комментарии пишите дорогие мои вы знаете так приятно когда вы пишете когда вы со мной когда вы поддерживаете вот слова поддержки их очень не хватает поэтому спасибо всем кто пишет хорошие комментарии я вот тоже люблю смотреть наших девчонок мне очень нравится наш проект носочки станей вот следующее видео я прям сейчас буду снимать следующее видео уберу тут немножко не то что не не довязано до буду снимать следующее видео для проекта носочки станей потому что его мне надо будет только на дзен девочки будут смотреть вот хочу вам сказать что на ю тубе на ю тубе выходят те видео которые youtube хочет выпустить бывает же так что я одно и то же видео выпускаю и на дзен и на youtube да а потом смотрю на ю тубе раз его и заблокировали на дзене оно прошло ладно много говорю я еще кстати вижу не забывайте пару дней назад я начала новый проект из квадратиков где в середине цветочек вот дорогие мои никто не угадывает ну что ж так то плохо напишите комментарии угадайте что же я такого вижу а вижу я вещь очень простую но очень нужную и для очень хорошего человека поэтому я надеюсь что я сегодня довяжу потому что мне хотелось бы ближайшие дни подарить вот вы знаете как приятно дарить подарок я думаю что во первых этот человек не ожидает даже от того что я не буду говорить кому вот я не хочу открывать секреты я просто скажу что человек не ожидает что я ему вижу вообще этот подарок это первое второе мне хотелось бы реакцию и мне очень хотелось бы чтобы это моя вещь она принесла человеку хоть немножко счастья понимаете радости и счастья на такая радужная но разноцветная вещица будет и приятно когда так у меня уже там драка началась поэтому друзья мои я заканчиваю свою болтовню у меня там разборки вы думаете так просто мне там уже кто-то что-то не поделил уже у кого-то что-то какую-то игрушку кто-то забрал но все-таки три человека ну там девчонки ругаются саша он у нас такой знаете он такой спокойный он смотрит мультики ему ничего не надо мы с ним все процедуры сделали нос помыли все поэтому слава богу ему сейчас дышится легче вот накупила валя нам всяких лекарств и препаратов и всех этих для процедур поэтому вот мы лечимся анька возмущается потому что уборка на ней детской комнаты она их всех строит гоняет ей это не нравится но все-таки старшая сестра знаете все старшие сестры такие вот порядке любят наводить я к чему ладно дорогие мои друзья если у меня получится сейчас снять проект носочки с тани я сниму покажу вам все мировом здоровья счастья всего всего самого наилучшего до свидания до новых